Квартирный вопрос сегодня был в центре внимания в Конституционном суде. Он распутывал схему, жертвы не используемой которой стали тысячи людей по всей стране. Речь о случаях, когда у умершего собственника квартиры не остается наследников. Жилье должно перейти городу, но оно попадает в руки черных риелторов. Несколько раз перепродается, а потом его через суд отбирают у конечных покупателей. В итоге высшая судебная инстанция встала на сторону добросовестных приобретателей. Подробности у Алексея Николаева. Маленькую однушку в столице взамен своей старой двушки в родном Саранске Елена купила еще 6 лет назад. Часть средств на приобретение жилья взяла в ипотеку. А банкторж точно тогда казалась женщине. Лучше любого сыщика проверит всю историю квартиры. С перерегистрацией собственности от предыдущего владельца проблем также не возникло. Проблемы начались потом. Я получила письмо из госреестра о том, что на квартиру наложен арест. Я на следующий же день побежала к следователю, и он мне рассказал, что квартира вымраченная. Соответственно, она должна была достаться государству в 2007 году. В такую ловушку попали сотни, если не тысячи, как им тогда казалось, счастливых новоселов. Схема, как правило, всегда одинакова. Хозяин квартиры умер, наследников нет. По закону такая квартира должна перейти городу. Но переходит мошенническим путем в руки черных риэлторов. Те перепродают ее несколько раз подставным собственникам, чтобы запутать следы. В итоге, как получилось Елене, когда преступная схема раскрылась, за все должна расплачиваться она. Я получила исковое заявление от департамента городского имущества, что они снимают ипотеку с квартиры. Ну а после этого остается ждать судебных приставов о выселении и, соответственно, иск о досрочном возвращении кредита. Закон в этом случае вроде как на стороне истинного владельца квартиры, то есть государства. В гражданском кодексе есть пункт, что он вправе истребовать это имущество даже у добросовестного покупателя. Чего уж говорить о недобросовестной коиме чаще всего, по версии истцов, и становится пострадавшей за то, что не распознали липовую квартиру. Мы написали запрос в регистрационную палату. Нам они ответили, да, она является собственностью этого человека, а бременения на ней нет. А что мы еще как? У нас что, свое бюро есть расследование или еще что? Свои сыщики? Кто, как? Павел Просфиров дошел до Европейского суда по правам человека, который признал, лишить пенсионера единственного жилья нельзя по Конституции. Да и могут ли органы власти выставить его на улицу, раз в Росреестре зарегистрировали на него такую квартиру? Сегодня с этим же согласились и высшие судебные инстанции России. Если имущество выбыло от такого собственника, который не проявил надлежащую заботу о своем имуществе, не зарегистрировал право собственности на него, а вот добросовестный приобретатель не знал, что отчуждатель этого имущества был ненадлежащим, вот в таком случае изъятие у такого добросовестного приобретателя невозможно. Вердикт Конституционного суда России теперь должен сгладить острые углы в норме Гражданского кодекса и призвать к ответу чиновников. А это, как уверены судьи, касается сотен людей, которые, возможно, пока что еще не знают, что отдали свои кровные за квартиру с темным прошлым. Алексей Николаев, Артем Тихонов, Алена Германова и Денис Ларин. Первый канал.